Я здесь представляю три компании. По сути, одну почившую в результате поглощения компании Акронис в прошлом году, компанию DeviceLock, вторую примерно на пути туда же находящимся, это компанию SmartLine, и компания бенефициара этого всего этого, которая останется после этого всего, компания Акронис Инфозащита. Поэтому имеет смысл скорее говорить о том, что я представляю продукт, а не компанию как таковую. Поэтому пару слов о продукте. По сути, это первое решение по предотвращению утечек данных, отечественное, российское, с начала 2000-х годов. Он начало разрабатываться, и в этом мы пионеры. Что интересно про DeviceLock относительно таких наших уважаемых и, безусловно, функциональных и годных конкурентов, как Infoboge, как Zucureon. Есть одно ключевое отличие, которое позволяет нам, как вы видите на этом слайде, очень активно продаваться за рубежом. Связано это с тем, что DeviceLock как таковой, он совершенно не требует проекта внедрения именно с технической стороны. То есть понятно, что 80% любого проекта внедрения на DLP – это консалтинг, это определение маршрутов данных и прочие подобные вещи, категоризация их, но 20%. И в этом может заключаться проблема, и мы часто слышим, что она заключается в этом. Когда у тебя есть прекрасно расписанная политика со всем, что надо, составленные словари, и все замечательно, но ты не можешь их внедрить именно с технической точки зрения. Так вот, у DeviceLock этой проблемы нет. Это, по сути, единственный российский массовый DLP-продукт, который можно внедрять своими силами. Теперь непосредственно к теме того, о чем я хочу сегодня поговорить. Я бы хотел донести в этом докладе логику того, чем мы руководствуемся при разработке этого продукта, и заодно представить те две новых функции, новых для нас функции, которые мы внедрили в версии 9.0, которые только-только вышли. Собственно говоря, технологии и люди в том плане, в котором работа офицера безопасности в любом случае, она базируется на технологиях, но в то же время это работа с известной творческой составляющей, которая чем дальше, тем становится больше и интереснее по причине того, что, как и в любой другой автоматизации, как и в любом другом развитии технологий, речь идет не о том, чтобы повыгонять людей, вместо трех человек нанять одного, а о том, чтобы переключить их на более квалифицированную, более, повторюсь, творческую работу, более интересную, с большим разумным выхлопом. Какие, собственно говоря, технологии позволяют это сделать? Но те, которые автоматизируют базовые процессы, те, которые исключают человеческие ошибки, те, которые, по сути, призваны сократить временные трудозатраты на внедрение, на эксплуатацию, те, которые способны делать ту работу, на которую в противном случае ушло бы массой человека часов, и делать ее за счет, собственно говоря, возможностей аналитики в том числе. Самый базовый пример, на самом деле, айтишный довольно пример, о чем говорили в выступлении Ростелекома только что, связанный с тем, что когда ты вводишь в предприятие либо новую машину, либо нового сотрудника, тебе желательно автоматизировать этот процесс до нельзя, чтобы, опять-таки, уменьшить риск в первую очередь, потому что чем быстрее произойдет в нашем случае раскатывание политик предотвращения утечек данных, тем меньше риск того, что данные в итоге утекут. И вот в этой админской задаче девайслог, немного отвлекусь, это хостовое решение. ДЛП-решение, как известно, бывает два типа, но в настоящий момент в основном свелись к гибридным. Это либо хостовое, где всю работу делает агент, устанавливаемый на защищаемой рабочей станции, либо шлюзовое, где есть ДЛП-шлюз, через который гонится весь трафик в организации, и там уже к нему применяются политики безопасности. Так вот, девайслог — это в чистом виде хостовое решение, соответственно, применение и развертывание политик предотвращения утечек данных в случае с девайслог выглядит как логически двухчастная операция. А. Установить агента. Б. Развернуть политики. Почему логически двухчастная? Потому что это можно сделать в рамках одной и той же операции. Девайслог позволяет создавать кастомные MSI-пакеты. Вот в этом сценарии MSI все не ограничивается, но здесь мы про него. Я, вернее, про него. Таким образом, девайслог можно в рамках автоматизации процесса развертывания натравить на условный динамический список, на организационную единицу, и заранее задать ему инструкции по поводу того, на что ему надо установить агент, какие политики ему надо развернуть применительно к этой организационной единице, и тогда, когда необходимо будет ввести в эту организационную единицу новую машину, девайслог не придется включать вообще. Все, что надо сделать, просто ее туда ввести. Девайслог поймет, что в этом динамическом списке появился новый элемент и тут же раскатает эту политику. Причем происходить это будет быстро. Происходить это будет, по сути, настолько быстро, насколько речь об АД 90 минут, либо, соответственно, наручное обновление политик. То есть быстро. Что еще? Чуть отойду от автоматизации и начну несколько издалека. Вот распространенный алгоритм утечки, о котором мы часто слышим и сталкиваемся с ним в живой природе, выглядит примерно так. Сотрудник пытается отправить защищаемые данные через закрытый ему канал, например, через веб-почту. При этом, не получая никаких уведомлений, просто догадываясь о том, что в силу корпоративных политик безопасности оно ему запрещено, или даже не думая об этом, первая реакция нормального человека, которому надо завершить свой рабочий процесс, сделать то, что он собирался, давайте пойдем искать другие каналы. И он идет искать эти каналы, не получив должного завершения этого процесса через веб-почту, он пойдет в облачные хранилища, не получив там, пойдет в социальные сети, не получив там, найдет свой телеграмм и О. Наконец-то получилось, закинул куда-нибудь в saved messages, в избранное, и таким образом утечка уже произошла. Типовые причины вот этого сценария, о котором я говорю, их, собственно говоря, две. Во-первых, это недостаток информированности пользователей, потому что сотрудники, пользователи, по сути, они в массе законопослушны. Если им дать маршрут четкий, по которому двигаться, пусть он будет менее удобным, они по нему пойдут в массе, повторюсь, опять-таки. Есть небольшой процент злоумышленников, причем это динамический процент, да, мало ли у кого как меняются жизненные обстоятельства завтра, но этот процент всегда находится в подавляющем, в абсолютном меньшинстве к тем, кто склонен работать по правилам. И вторая типовая причина этого сценария, довольно распространенного, она заключается в том, что то решение, которое стоит на предприятии, фокус его направлен скорее на мониторинг утечек, чем на блокировку этих самых утечек, блокировка всего расхожего мнения, является чем-то таким базовым, довольно тупым, что мы все переросли, и теперь мы должны работать с гораздо более интересным и гораздо более навороченным функционалом. Если не информировать сотрудников о том, что можно и что нельзя в их организации, если не давать им четких маршрутов следования, тогда игнорируется довольно важная штука, которая позволяет значительно сократить число инцидентов информационной безопасности и утечек данных. В частности, это профилактика, по сути. Профилактика правонарушений, связанная с информированием пользователей. Но профилактика возможна только там и тогда, где и когда есть сильная самозащита самого решения ДЛП. Потому что если проинформировать пользователей о том, как оно устроено в отсутствии такой защиты или при наличии слабой защиты ДЛП-решения, то большая часть пользователей пойдет правильным проторенным путем, который им показали, а меньшая часть возьмет и вынесет ДЛП-решение. И таким образом организует утечку, что на самом деле недопустимо. При этом при сильной самозащите ДЛП-решения вторая часть не меняется никак. То есть вот те незлонамеренные, недобросовестные сотрудники, которые собирались что-то унести, они, по сути, упрутся в эту защиту, и риск утечки в этом плане не изменится никак. При этом получим те приятные, нужные последствия по снижению числа инцидентов, которые связаны с информированием пользователей, с профилактикой вот этих самых нарушений политики безопасности, которые и должны быть. Здесь имею сказать следующее. У девайс-лог ДЛП в настоящий момент уже довольно долгое время одна из сильнейших, если не сильнейшая, защита агента связанных системных компонентов записей реестра как от действий с правами пользователей, с правами локальных администраторов, так и от того ПО, например, антируклидов, которые могут ими запускаться. По второму моменту, по слабым возможностям блокировки, которые часто приводят к утечкам, и о фокусе современных, наверное, да не современных, это всегда так было. Вот в России, в отличие от массы тех зарубежных стран, в которых мы продаемся, есть одно огромное отличие. В России ЭБ фокусировано на мониторинг в большей степени, чем на блокировку. Но тут надо понимать, что этот самый мониторинг, который происходит в контролируемых с помощью мониторинга каналах, он происходит в этих каналах тогда, когда заблокированы остальные, потому что мониторить все подряд нагрузочно для сотрудников службы информационной безопасности. Это дико увеличивает объем поступающих теневых копий, поступающих журналов, то есть всей той первичной собираемой информации, с которой можно работать. Таким образом, для сокращения трудозатрат и для того, чтобы перенаправить активность пользователей в тот канал, в котором она будет контролироваться наилучшим, например, образом, надо иметь возможность блокировать остальные каналы. Надо иметь возможность блокировать их качественно и быть уверенным в том, что, а, эта блокировка сработает, б, ДЛП-система не будет устранена от процесса контроля, от процесса предотвращения утечек данных. Обратно к тем технологиям, которые развиваются сегодня довольно активно, ну не сегодня, а последние несколько лет, и вы сегодня уже слышали много об этом и будете слышать еще больше об этом, а именно поведенческая аналитика, статистическая аналитика, все то, что дало за последние несколько лет нам срез ДЛП, фокус ДЛП, смещенный уже на сотрудника, а не на данные. Хотя о смещении говорить на самом деле, наверное, преждевременно и вообще некорректно, поскольку защищаются все равно данные, мы оперируем защищаемыми данными, и именно на них всегда был и будет находиться этот фокус. Но то, что называется человекоцентричным ДЛП, оно позволяет уже не разбирать какие-то массивы данных, а потом выявлять пользователей, сотрудников, которые эти самые данные могут утащить, либо собираются утащить, либо что-то в этом роде, а смотреть на, идти уже от пользователей непосредственно на базе той аналитики, на базе той выдачи, которая активно развивается в ДЛП-решениях. И тут надо понимать, что эта аналитика возможна на тех данных, которые, собственно говоря, и собираются. Это логи, это теневые копии в основном. По количеству источников, по скорости прироста, по разнообразию этих данных, это вполне себе большие данные уровня предприятия. А вот это классические 3В того, что мы называем бигдатой, там есть еще 4, ну и все то, до чего додумаются консалтинговые компании рано или поздно, когда будут придумывать новые красивые концепции. Так вот, в оставшихся 4В есть такая штука, как value. Value – это индикатор того, что чем больших данных больше, тем они, по сути, ценнее. Чем больше этих данных можно собирать с различных источников, тем точнее будет профиль пользователя, тем эффективнее будет person-centric DLP, который можно будет потом анализировать и в частности использовать для задачи раннего выявления рисков. Повторюсь, аналитика эта происходит типично на базе данных журналов событийного протоколирования и теневого копирования. В девайслог в последней нашей девятой версии мы реализовали поведенческую аналитику и продолжили оптимизировали, улучшили, дополнили статистическую аналитику. Вот здесь есть скриншот в правом углу. Внизу – выдача статистической аналитики по количеству разрешенных и запрещенных операций. В правом верхнем углу – выдача поведенческой. Пунктирными линиями – показатели группы, сплошными линиями – показатели пользователя. Таким образом, работает поведенческая следующим образом. Система либо с нуля строит профиль поведения пользователя, уходит у нее на это 3-4 недели, либо может оперировать историческими данными. И тут, если человек всю дорогу отправлял по 20 электронных письм в день и пользовался исключительно телеграммом, а потом внезапно стал пользоваться скайпом и вообще перестал отправлять электронные письма, индикатор это покажет. Индикатор даст возможность офицеру безопасности быстро понять, что неплохо бы к этому пользователю присмотреться, и дальше уже можно копаться в логах. Что облегчает всю ту работу, которая бы понадобилась, все те трудозатраты, которые бы в принципе понадобились для того, чтобы офицеру безопасности такой вывод сделать. Что остается, собственно говоря, безопасником как таковым? Творческая часть, с которой машины не справляются, более квалифицированная, более интересная работа, а именно контекст, именно работа с контекстом инцидента. Потому что при всем прогрессе в этом области семантика, она сложна, в семантику мало кто умеет, и по сути полагаться на нее на 100% в настоящий момент нельзя. Работа с контекстом на всю обозримую перспективу это прерогатива людей, прерогатива квалифицированных, мотивированных и не сильно загруженных текучкой сотрудников. Для того, чтобы эту работу им облегчить, мы реализовали видеозапись экрана пользователя, запись нажатий клавиш и запись сведений о запущенных в системе процессах. Чем это отличается от того, что вы уже видели на рынке? Отличается это тем, что видеозапись может включаться по DLP-шным триггерам. Предположим, политику, которая запрещает передавать номера кредитных карт по той же самой веб-почте, например. Что вы получите без этих видеозаписей, если будете использовать девайс-лог? Алерт, запись журнала, теневую копию. В которых придется потом копаться и выяснять степень вины пользователя. Намеренно ли он пытался перевести, передать эти номера кредитных карт, или это, возможно, была просто неосторожность, ошибка, халатность и что-то подобное. Как этого можно достичь? Ну вот, довольно типичный сценарий, при котором пользователь, пытаясь передать что-то по электронной почте, злонамеренно, умышленно защищаемые данные, потом начинает затирать следы своего поведения с тем, чтобы попытка утечки с его стороны, вот эта попытка организации утечки не была выявлена. Удалять сообщения из черновиков, например. Все это будет прекрасно видно на записи, и на определение этого уйдет гораздо меньше времени, гораздо меньше трудозатрат человека часов, чем ушло бы, анализируя сотрудник безопасности, сотрудник службы безопасности информационной логи. Мы, соответственно, подумали о том, чтобы максимально сбалансировать ту нагрузку, которая идет по факту собирания этих видеозаписей. Видеозаписи – штука довольно тяжелая, как мы все понимаем, поэтому можно их делать черно-белыми, можно их останавливать при неактивности, можно записывать один монитор из нескольких, можно менять разрешение итогового видео таким образом, чтобы хранилища, требуемые на хранение этого всего, росли не сильно. Резюмируя. Ну, собственно говоря, все уже сказал по этому поводу, тезисно все расписано. Что хотел бы сказать по поводу того плюса, который стоит после ДЛП? Вот, наверное, здесь вы сегодня этого не услышите ни от кого, а мне сам Бог велел, поскольку компания Акронис – это производитель решений по резервному копированию. Возвращаясь к той идее о том, что большие данные имеют ценность, и ценность – это тем больше, чем большие данные объемнее, видится необходимость работы с хранилищами. То есть, собственно, золото себя решать просто того самого, да, нового золота, которым, наверное, данные являются, люди – новая нефть, данные – новое золото. Удалять данные, удалять записи журналов по графику, по причине того, что кончается, например, свободное место, значит резать себе ту самую поведенческую аналитику, которая тем точнее, тем интереснее, чем данных больше. И в этой связи, наверное, предлагаю задуматься о том, чтобы рассматривать этот процесс не только с точки зрения ИБ, но и с точки зрения ИТ традиционного, то есть защита данных в том плане, в котором защита данных является собой резервное копирование и хранилища этих самых данных. На этом все. С удовольствием поотвечаю на вопросы, если такие вопросы есть. Кто все же внутренний заказчик? ИБ-подразделение или уже бизнес начинает понимать, что вот контроль рабочего времени – это его, в общем-то, бизнес-задача? Вот как по-вашему? Вот это тот самый плюс, которого ДЛП, да. Мы в Device Log стояли и стоим на том, что контроль рабочего времени и ДЛП – это две совершенно разных задачи. И мы непопулярны, на самом деле, в этом мнении. Именно поэтому, наверное, и остаемся нишевым продуктом. Контроль рабочего времени, как таковой, думается, это заказ, если и не полностью бизнеса, то на подавляющее большинство в процентном отношении, это на 90, это он. Потому что проблема информационной безопасности, и проблемы, извините, разгильдяйства сотрудников на рабочем месте – это несколько разные проблемы. Когда это все сводится в комбайн, при этом в какой-то, это все оправдано, по сути, потому что ДЛП, оно уже довольно давно нечистое ДЛП. И тут мы динозавры, мастодонты, и в чистом виде нишевое решение, возможно, популярность в России низкая по сравнению с за рубежом, у нас обусловлено именно этим. Но использование комбайнов оправдано в любом случае. Это дает нам конвергенцию и дальше гиперконвергенцию. По крайней мере, в том смысле, в котором у тебя есть один саппорт, один продукт, одни обновления, и он решает множество задач. Думаю, так. Тимур, спасибо. Ответ понятен, принят. Субтитры создавал DimaTorzok